Здравствуйте! Вы смотрите новости русского мира. В студии работает Дарья Ковалевская. О самых интересных событиях недели расскажем вам прямо сейчас. В этом выпуске фестиваль День культуры Перу. Праздник южноамериканского искусства и творчества прошел в парке Кузьминки. Летняя читальня в Царицыне. Расскажем о работе главной в этом сезоне библиотеки под открытым небом. Славянские языки. Поймут ли друг друга носители русского, сербского и польского? А теперь подробнее об этих и других новостях. Накануне в Москве в парке Кузьминки прошел фестиваль День культуры Перу. Чтобы изучить эту страну потребуется не один десяток лет. Но чтобы почувствовать ее атмосферу, достаточно и одного дня. Прониклась перуанским колоритом моя коллега Екатерина Матвеева. Парке Кузьминки прошло грандиозное развлекательное и гастрономическое мероприятие, посвященное культуре Перу. На фестивале были представлены национальные танцы под живую музыку. Также каждый желающий мог попробовать традиционные блюда и посмотреть фильм на испанском языке. То, что касается программы, у нас танцы будут, еще мастер-классы. Вот я тоже надела такой национальный костюм. Будем сфотографироваться. Что еще? Тут кухня перуанская из Лима. Этот фестиваль проводился при поддержке посольства Республики Перу в России. И само празднество предваряло торжественная речь посла и его лекции об истории и культуре Перу. Перуанская культура насчитывает более 5 миллионов лет. Она появилась очень давно. Называлась Кораль. Она появилась наряду с такими цивилизациями, как египетская и как китайская. В России очень богатая культура и русские очень стараются сохранить ее. То же самое происходит и с перуанцами. И это относится не ко всем культурам и не ко всем странам. Хоть культуры России и Перу не похожи друг на друга, однако на протяжении многих лет тесно переплетаются в разных произведениях искусства. Что меня удивило, очень много произведений. Я не знала, что они принадлежат перуанским композитором. В песнях, напевы, в фильмах были кусочки музыкального сопровождения. А оказывается, Перу не так далеко страна, как мы думали. То есть она в нас живет и с детства, получается. Перу относится к тем странам, где интересно практически все. Богатая история и культура, вкусная необычная кухня, множество своеобразных памятников и достопримечательностей. Местные жители ценят каждое мгновение, громко отмечают праздники и весело проводят будни. В этом и удалось убедиться гостям в фестивале. Екатерина Матвеева, специально для телерадиокомпании «Русский мир». Славянские языки поймут ли друг друга на сети ли русского, сербского и польского? Именно на этот вопрос постарался ответить лингвист Антон Сомин во время своей открытой лекции в парке искусств музеон. О том, какой ответ услышали гости, в следующем сюжете. Насколько возможно понимание между носителями разных славянских языков? На этот вопрос ученые не могут дать однозначного ответа, так как это зависит от того, какой носитель языка с каким разговаривает. Какова тема их диалога? Большой это текст или маленький? Устная речь или письменная? Выпуск новостей или сказка? Получается, что вопросов больше, чем ответов. Однако слушатели вместе с лектором Антоном Соминым решили провести эксперимент. И вот, что из этого вышло. Мы попробовали со слушателями провести эксперимент, послушать тексты сказок. На этих четырех языках казалось, что только устно понимать очень сложно, и большая часть слушателей не понимала практически ничего, но там, дай бог, четверть того, что сказано, какую-то общую канву. Но если одновременно смотреть на написанный текст и слушать, как носитель языка это читает, то уровень понимания резко возрастает, ну, что, в общем, не случайно, потому что славянские языки все-таки достаточно близкие. В целом лекция была посвящена нескольким направлениям. Во-первых, это рассказ о славянских языках, откуда берутся родственные языки и что такое языковое родство. А во-вторых, развенчание нескольких мифов связано с близкими языками. Часто считают, что русский язык древнейший язык, а все остальные якобы произошли из него, что якобы белорусского, украинского не существует, это все специально искаженный русский, это все, конечно, ерунда. И некоторые другие мифы про то, что якобы у славян была письменность до Кирилла Мефодия. Не было такой письменности, что в названиях букв зашифровано послание потомкам якобы азбуки Веди и так далее. Тоже ничего не зашифровано, но, в общем, про некоторые такие мифы мы говорили и говорили о том, что это неправда. Как говорят слушатели, такие лекции помогают восполнять знания в области лингвистики, так как не всегда есть возможность пообщаться со специалистом, а формат открытых лекций дает такой шанс. Мы проводим открытые бесплатные лекции на популярных площадках Москвы. На лекции может прийти абсолютно любой человек бесплатно, с любым уровнем подготовки. Это наша такая принципиальная позиция. И каждое лето мы проводим лекции в парке Горького, так же, как и сейчас, в музеоне. Каждый вторник в 7 часов вечера тоже, чтобы мог прийти любой человек. Мы проводим лекции на темы, о которых все говорят в городе. В ближайшее время планируются лекции про нейронауки, про иммунитет и про советское кино. Поэтому, если вас интересуют такие темы, и вы хотите услышать мнение экспертов, формат лекции точно придется вам по душе. Ваши дети уже прошли список рекомендованных книг на лето? А вы, дорогие родители, читаете? «Привить любовь к литературе» помогает в Царицынском парке, где работает летняя читальня. В этом году занятия будут раскрывать темы выставок, которые проходят в музее-заповеднике Царицына. Представители Государственного музея-заповедника Царицына в начале лета запустили работу летних читалин. Здесь гости могут познакомиться с эпохой Александра I, посмотреть фотографии полуострова Крым, услышать рассказ о животных и растениях парка, экологии и садово-парковом искусстве. Программы библиотек дополняют мастер-классы, литературные беседы и интеллектуальные игры по сказкам и народному искусству, рассчитанные на любой возраст, так как в читальне работают представители как из взрослых библиотек, так и из детских. Мы рассказываем про быт русского человека, как устроена русская изба, как жил народ у нас в Древней Руси, и как постепенно он пришел к современному быту. Программа у нас также посвящена народному творчеству, поэтому сказки, загадки. И также вот сейчас лепили из глины, дети проявляли свою фантазию. Мы делали куколку-берегиню, это кукла народная, кукла-скрутка, которая делается без единой, как сказать, без иголочки, да, это все завязывается узелочками такими. Каждые выходные в летней читальне работают представители разных библиотек, поэтому программы не повторяются. Вход на площадку свободный, участие бесплатное. Кроме этого, на открытой площадке работает буккроссинг, где каждый может подобрать книгу по интересам. Интерактивная экскурсия для детей Кирилл и Мефодий. Миссия выполнима. Проходит каждые выходные в музее «Слово» на ВДНХ. Насыщенную программу квеста оселила моя коллега Альбика Ильясова. В музее «Слово» каждые субботы и воскресенья проходит уникальная экскурсия-квест для детей от 8 до 14 лет, где каждый участник на время становится историческим персонажем Кириллом и Мефодием. Ребята совершают увлекательное путешествие по русским городам. В ходе экскурсии дети разгадывают загадки и находят таинственные знаки, буквы, а также знакомятся с историей письменности. Квест Кирилла и Мефодий. Миссия выполнима. Да, она действительно выполнима. Это такая интересная интерактивная игра-квест, в которой как раз участники знакомятся с историей письменности, как она возникла, в каких городах. Мы гуляем по городам, скажем, и эпохам, изучаем принципы, как строится, например, весь этот процесс. И все это происходит в такой игровой форме, формата, ну, не знаю, заданий каких-то коротких. И в конце мы собираем пазл. Это именно та карта, в которой дети могут увидеть именно какие города они проходили. Современным детям и подросткам интерактивный формат нравится больше всего, поэтому квест никого не оставил равнодушным. Ну, мне понравилось, когда вот мы складывали животных, и там получались единороги всякие, животные мифические. Я рада, что получила грамоту в конце этого квеста. Такие экскурсии помогают детям с интересом изучать историю письменности, тем самым развивать свой кругозор. Квест длится в течение 40 минут. За это время ребенок не успеет устать, зато получит массу положительных эмоций и знаний. О самых интересных событиях из жизни русского мира вы узнаете в нашем следующем информационном выпуске. Давайте делать новости вместе с телеканалом «Русский мир». Если в вашей стране, городе, проходят интересные мероприятия, связанные с жизнью русского зарубежья, будем рады вашим репортажам с места события. Свои работы вы можете присылать по адресу. Новости.РМ. Собака. Яндекс.ру До новых встреч и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова